Как известно, во время кризиса кто-то считает убыток, а кто-то делает сверхприбыль. Компания Avalon Technologies знает куда инвестировать во время сложного периода. Сейчас идеальная точка для входа в бизнес без рисков и огромных вложений, потому что за вас будет работать мощная команда из экономистов и представителей бизнеса. Достаточно лишь зарегистрироваться на платформе Avalon, инвестировать от 100 рублей и наслаждаться результатом в виде прибыли в 1,3%. Как видите, я сделал депозит уже на 10 тысяч рублей. Ссылка на компанию в описании под видео. Переходите. В одном из своих выпусков я уже рассказывал вам о трех типах японок, с которыми нужно быть весьма внимательными. В Японии вы можете попасться на так называемых Гайзин Ханта. Это такие японки, которые интересуются исключительно одними иностранцами. Цели они могут преследовать совершенно разные. Начиная от банального желания попрактиковать свой английский язык и заканчивая довольно-таки необычными. Вспомним хотя бы ту самую японку, у которой была цель переспать с представителем каждой страны в мире. У нее на телефоне было что-то наподобие секс-карты. Переспав с кем-нибудь, она помечала его страну у себя на карте, закрашивая ее в какой-нибудь цвет. Но это вообще жесткая японка на самом деле была. Большинство просто хотят общаться как можно с большим количеством иностранцев. Ну и парней они следовательно очень быстро и часто меняют. Так вот, в этом видео я вам расскажу о японском пикапе. О том, как эти Гайзин Ханта снимают себе иностранцев. В Японии все это дело происходит весьма странно. Японцы занимаются пикапом почему-то исключительно на улице. А не в барах, клубах и в остальных более подходящих для этого деломест. Только исключительно на улицах. И это выглядит очень странно. Таких пикаперов легко можно вычислить. Как правило, они стоят по центре оживленной дороги и высматривают жертву. Если кто-то им понравился, то они подходят к этому человеку, подстраиваются под его шаг, идут вместе с ним и пытаются наладить общение. Если у нас в России пикап тема была популярна лет 10-15 назад, то бум в Японии пришелся где-то всего лишь 5 лет назад. И самое интересное, пикап остается быть популярным и по нынешний день в Японии. Правда, в наше время уже большинство японок перестало вестись. Они уже знакомы с этим явлением и понимают, с какой целью к ним подходят парни у выходов из метро, в парках и на оживленных улицах. 90% таких вот ребят японки просто игнорируют. Но, несмотря на это, японские парни все равно продолжают этим заниматься. Даже несмотря на низкую конверсию от своих стараний. У меня есть один знакомый японец, который практиковал пикап не только среди японок, но он очень любил знакомиться и с иностранками. С ними, как он говорил, гораздо легче все происходит. Ну, тут понятно по каким причинам, не буду объяснять очевидное. Так вот, этот японец ходил на пикап 4 раза в неделю. Ходил он на это дело с такими же единомышленниками. Они делили между собой территорию и каждый практиковал пикап на своем строгом участке. Я ради интереса у них спрашивал. Ну так, со сколькими у вас за неделю получилось познакомиться? Рассказывайте. Ребята, как вы думаете, сколько? Пишите ваши догадки в комментариях. Ну а так, а так, результат составлял аж целый ноль. Просто ноль. Только пару телефонов удалось взять, но их сообщения девушки просто игнорировали. Это обычная тема. Японка вам может дать свой номер без всяких проблем. Ну а дальше все. Она вам просто никогда больше не ответит. Спустя полгода я опять у него поинтересовался. Ну как идут дела? Как успехи? С кем-нибудь получилось познакомиться или нет? И что вы можете себе представить? Результат был абсолютно таким же. Ноль. Ему ни с кем не удалось познакомиться. Офигеть, да ребята? Какие японцы целеустремленные. Просто не сдаются до победного. Это что касается японских пикаперов. А теперь поговорим о японках Гайзенханта. Которые знакомятся с иностранцами на улицах. У таких японок есть своя особая тактика. И на такой можно сказать пикап-прием с их стороны я попадался несколько раз. И все эти случаи шли по одному и тому же сценарию. Японка стоит на оживленной улице. Копается в телефоне и смотрит по сторонам. В поиске какого-нибудь иностранца. Такую вот японку я число случайно заснял на улице. Смотрите сами. После этого я выключил камеру и сделал по этой улице очередной круг. И когда я достиг того же самого места, то услышал как ко мне сзади кто-то подошел. Я обернулся и увидел ту самую японку. Она ко мне приблизилась плотную и тихо произнесла. Помоги мне пожалуйста. Ты можешь представиться моим парнем. Вот этот японец пытается меня типа снять. Я смотрю в сторону и вижу японца. Который стоит и смотрит также на меня. В руках он держит меню ближайшего ресторана. Было понятно, что он работает там и просто зазывает людей зайти внутрь покушать. Таких работников на этой улице было больше сотни. Я сначала вообще не понял, что происходит. Я был в некоем ступоре. Не знал, что сказать. Поэтому японка, недолгое думая, опять продолжила проявлять свою инициативу и сказал японцу. Что я ее парень и она типа со мной. Японец снова взглянул на меня. И я из себя смог выдавить только японское слово. Хай. Что значит да. Судя по выражению лица японца, он тоже не понимал, что вообще сейчас происходит. Но когда он услышал мой ответ, то просто извинился и ушел. Я продолжаю смотреть на эту помку с таким взглядом. Типа, что вообще произошло? Я ничего не понимаю. И она мне дальше говорит. Спасибо тебе большое, ты меня просто нереально выручил. Этот японец за мной все время следовал и просил, чтобы я дала ему свой номер телефона. А я не хотела ему давать. Не хотела. Я такой подумал, блин, как-то странно все это. Этот японец просто работал рядом в ресторане. Зачем ему вообще во время работы с кем-то знакомиться? Как-то это все было подозрительно. Японка после благодарственного слова переключилась сразу на расспросы. Типа, откуда я приехал, что я делаю в Японии, где я живу и так далее. Ну блин, ребята, в тот самый момент для меня все стало весьма очевидным. Это был просто предлог, чтобы познакомиться со мной на улице. Ведь, сами посудите, девушки просто так к парням на улице не подходят и не говорят. Привет, давай познакомимся. Они ведь не могут показать первому встречному парню свою заинтересованность так прямо и открыто. Это будет выглядеть странно и весьма подозрительно. Ну представьте, вы идете по улице, как вдруг к вам подходит японка и давай знакомиться. Первое, о чем вы подумаете. О май гад, it's a trap. Это ловушка. По-любому это какой-то развод. Ну, а тут вроде в Японии все в курсе о настойчивых японцах-пикаперах, которые не дают бедным японкам на улице спокойно пройти и от которых все девушки спасаются. Вот эта японка и обыграла сценку, представив простого зазывала на улице как очередного пикапера, который ее донимает и от которого она пытается с моей помощью спастись. Да, честно, жалко было мне этого японца. Все-таки какая коварная женщина, подумал я. Офигеть, да? Какая коварная японка. Честно, мне сразу появилась мысль побыстрее все это заснять на камеру и с вами поделиться. И смотрите, что в итоге получилось. Что я успел заснять. Я встретил вот эту японку и, вы знаете, к ней пытался, короче, японец подклеиться. И я, короче, стоял. И она ко мне подошла и сказал, спаси меня. Спаси меня, белый человек. Вот такие дела. На самом деле на видео не видно, но в тот момент, когда я снимал, японка слегка пнула меня по ноге. Тем самым давая понять, чтобы я прекратил съемку. Ладно, я выключил камеру и сказал, что снимаю влог для своего канал на ютубе. И спросил, хочет ли она поучаствовать. И на эти мои слова она сразу поменялась в лице и сказала, что ей срочно нужно бежать. У нее встреча с подружками и она опаздывает. В итоге она развернулась и быстро ушла. Ну, ребята, понятное дело, что она не хотела палиться на камеру. А то вдруг ее узнают такие же парни, которым она подходила на этой же улице, как и ко мне. Конечно же, она не ушла к своим подружкам. Она просто отошла в сторонку, прислонилась к стене здания и продолжила смотреть свой телефон. Когда я проходил по этой улице спустя 3 часа, эта японка все так же стояла на том же самом месте. Никуда она не ушла. Тут сложно поверить в то, что она так долго ждала бы своих подружек. По-любому она искала других парней. Вот и все, ребята. По-любому. Кстати, в этот же вечер, когда я проходил мимо одного клуба, ко мне подошли две японки. И опять, блин, попросили меня, чтобы я их спас от какого-то иностранца-африканца, который пытался с ними познакомиться в очереди. Я так понял, что они все стояли в одной и той же очереди на вход в клуб. Блин. Я не знаю, наверное, у меня выражение какого-то добряка, который всем готов помогать. Я не знаю, но японки постоянно ко мне подходят с этим предлогом. В общем, они меня потянули с собой в этот клуб и сказали тому африканцу, что они типа со мной и чтобы он типа от них отстал. И вот я уже вместе с этими японками стою в очереди. И как вы думаете, что было дальше? Смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, подведем итог. У японок есть своя стратегия знакомства с парнями иностранцами. И как правило, это просто выставить себя в роли жертвы и искать спасение у парня, который ей понравился. Ну а парни на такое охотно ведутся. И я тоже не исключение. Я тоже не исключение. Все ведь хотят ощутить себя спасителем и предстать в лучшем свете перед незнакомой девушкой. Один раз в Японии ко мне подошла даже русская бурятка с просьбой срочно помочь ей спасти ее. Но там, правда, на улице ее избивал какой-то парень. Видимо, ее бывший. У девушки было уже разбито лицо и текла кровь из носа. Глаз один заплыл. Была просто огроменная гематома на правой скуле. Но, ребята, это уже другая история. Если хотите послушать эту историю, то поставьте жирный лайк и напишите комментарий. Бывали у вас случаи, когда к вам подходили знакомиться девушки или парня. И отпишитесь, какие стратегии они придерживались. Будет интересно все почитать. А так, на этом все. Всем пока. Адьос, амигус. До скорого. Если ты хочешь начать говорить на японском языке, познакомиться с милой японкой или японцем, а далее отправиться жить в Японию, то я тебе легко с этим помогу. Просто переходи по ссылке в описании под видео. Помогу подписчику. И начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok